Для подключения светодиодной ленты к блоку питания необходимо произвести расчеты. Но не нужно этого бояться, расчеты на уровне школьной программы. Простая арифметика. Прежде всего, вам необходимо определить количество светодиодной ленты. Предположим, вам нужно установить 18 метров ленты в прямоугольной нише потолка комнаты. Светодиодная лента продается в упаковке, как правило, по 5 метров. Так что придется вам покупать 20 метров. Удобнее всего подбирать светодиодную ленту на сайтах, продающих светодиодное оборудование. Я, например, всегда обращаюсь за поиском в компанию Lightwerk, которая является официальным дилером фирмы Arlite. Достаточно в поисковике набрать Arlite Москва. Ссылка на этот сайт в описании под видео. Сейчас объясню почему. На сайте есть возможность с помощью фильтров быстро найти необходимое оборудование и сразу узнать его цену. Во-вторых, фирма Arlite производит хорошее светодиодное оборудование и предоставляет гарантию на свои изделия. В-третьих, я сразу могу заказать необходимое мне светодиодное оборудование. На сайте мы можем выбрать, допустим, светодиодную ленту, посмотреть технические характеристики, например, применение. Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц, подсветка натяжных потолков. То есть, вполне подходит для наших целей. Также тут есть технические характеристики полностью ленты. И, что немаловажно, на этом сайте указывается потребляемая мощность этой ленты на 1 метр. В данном случае 4,8. На упаковке и на других сайтах, к сожалению, очень редко это указывается. Скопируйте или запишите все параметры, выбранные вами светодиодной лентой. Они вам еще понадобятся для расчетов. Продолжаем наши расчеты. Указанную на сайте мощность за 1 метр 4,8 ватта умножаем на необходимое вам количество ленты. В нашем примере это 18. В результате мы получаем 86,4 ватта потребляемой мощности. Ну, казалось бы, все, можно покупать блок питания. Однако есть еще несколько нюансов. Блоки питания для светодиодной ленты рекомендуется подбирать с запасом в 20%. Что это значит и для чего нужен этот запас? Указанная мощность на блоке питания это его максимальная возможность. При этом все деталюшечки внутри него работают в полную нагрузку и блок питания сильно греется. Представьте себе, что вы решили устроить пробежку и побежали на максимальной скорости. Долго ли ваш организм выдержит такую нагрузку? Поэтому, чтобы блок питания не грелся и долго нам служил, рассчитываем запас в 20% к нашим расчетам по всем известной формуле. 86,4 умножаем на 20 и делим на 100. Получаем 17,28 ватт. Это и есть 20%. Теперь прибавляем наш запас 20% к нашей расчетной мощности светодиодной ленты. В результате выходит, что нам нужен блок питания мощностью не менее 104 ватт. Однако блока питания с точностью до 1 ватта вы не найдете, так как производители их выпускают с определенными значениями. Теперь остается выбрать блок питания. Давайте я на примере покажу вам, как найти нужный нам блок питания. Сначала заходим на сайт Орлайт Москва. Находим источники питания. Выбираем необходимые нам 12-ти вольтовые. Теперь предстоит выбор между герметичными и негерметичными блоками питания. Герметичные блоки питания рекомендуется использовать не только в тех случаях, когда на них может попасть влага, но и тогда, когда вы планируете менять яркость или цвет светодиодной ленты. То есть использовать диммеры или контроллеры. В подобных системах открытые блоки питания могут издавать тихий, но неприятный писк. В общественных местах это может быть абсолютно незаметно. А вот там, где требуется тишина и покой, например, в спальнях или детских комнатах, подобный звук может просто раздражать. В отличие от открытых блоков, внутреннее пространство герметичных источников питания полностью залито компаундом. А потому посторонний звук при их работе практически не слышен даже на небольшом расстоянии. Итак, выбираем герметичные блоки питания в металлическом корпусе, так как герметичные в пластиковом корпусе рассчитаны на мощность 100 Вт и менее. Теперь начинаем поиск подходящего нам блока питания. Ближайшие к нашим расчетным значениям с округлением в большую сторону 120 Вт. Ну и смотрим теперь цену. Этот довольно-таки большой блок питания с размерами в длину почти 21 и в ширину 6 см. Его высота почти 3 см. Кроме того, нужно учитывать, что для нормальной работы и естественной вентиляции блока питания необходимо обеспечить ему свободное пространство не менее 20 см. Если вам не подходят такие габариты блока питания, можно приобрести 2 блока питания по 60 Вт каждый. По финансам это выйдет такую же цену, зато по размеру они немного меньше. Кроме того, в таком случае можно приобрести влагозащищенные блоки питания уже и в пластиковом корпусе. В общем-то, можете приобрести 4 блока питания, которые в размерах еще меньше. 2 на 24 Вт и 2 на 36, подключив их к каждому отрезку светодиодной ленты, соответственно, к 4 метрам и к 5 метрам. Запомните еще один немаловажный факт. Блоки питания малой мощности выделяют не так много тепла, как мощные, и не так требовательны к месту размещения. Кроме того, с несколькими блоками питания можно избежать загибов светодиодной ленты во время монтажа. Как загнуть ленту я рассказал в одном из своих предыдущих видео. Ссылка в описании. При установке блоков питания придерживайтесь рекомендаций производителя. Не устанавливайте блоки питания вплотную друг к другу. Располагайте блок питания как можно ближе к месту подключения светодиодной ленты. В случае, когда блок питания невозможно расположить на близком расстоянии от светодиодной ленты, используйте провода с оптимальным сечением, учитывая мощность нагрузки и длину проводов. Но об этом пойдет речь в моем следующем видео подключение блока питания к светодиодной ленте и сети 220 вольт. Жду ваших мнений, отзывов и комментариев. Задавайте интересующие вас вопросы. Оставляйте заявки на видео по электрике. Это поможет мне делать более качественное и интересное для вас видео. Если вам нравится такой формат учебных видео, подписывайтесь на канал. Предлагаю вам другие видео на моем канале Сам себе мастер, которые вы можете посмотреть, кликнув на заинтересовавшее вас видео. Продолжение следует...